Итак, снова всем привет! С вами Шамельян и это вторая часть моего ввода о 5-карт-дро. В этой части я расскажу о том, какие руки я играю, с каких позиций, какие ставки при этом делаю и против каких игроков. Мы начнем сразу же на что-то типа чарта стартовых рук. С МП я буду играть любую пару отвальтов, с котов я, соответственно, буду играть флеш-дро уже, играть я буду рейзом, понятное дело. Колить я буду очень редко, лимпом я вообще никогда заходить не буду, всегда буду или рейзить, или колить рейз, это будет очень редко. Например, там против рейза с МП, трех колов с большого блайнда я заколю на флеш-дро, какое-нибудь маленькое. С баттона я буду играть уже, даже стрит-дро буду подключать, и на малом блайнде я уже буду смотреть, кто сидит на большом блайнде. Соответственно, вот такая вот ситуация, здесь буду просто играть чеком, потому что у меня самая ранняя позиция, мне будет неудобно разыгрывать вот в такой вот ситуации блеф. Все рейзы я буду делать перед обменом под бет, коллировать я буду, ну опять же, смотря кто будет делать рейз, в основном я буду коллировать 3 беты с парами 2 туза и выше, ну то есть с двумя парами, с двумя тузами и выше, иногда буду короли также играть, и буду делать 4 беты с сетом. От сета дам я буду стремиться к тому, чтобы сыграть на стэк перед обменом. Как я говорил, пары я любые буду разыгрывать рейзом, вот вальтов, здесь пара дам. Ну и будем стараться делать как можно больше нотсов. После рейза я буду заходить, начиная от двух пар, ререйзом буду заходить, флэш дро я буду разыгрывать с баттона только, опять же ререйзом. 3 бетом. Ну и давайте просто поиграем, расскажу вам о том, как я разыгрываю, какие руки. У нас приходит сет восьмерок за первым столом. И я бы сейчас менял одну карту для того, чтобы... Основная идея в том, что когда у нас будет слабая рука, мы захотим скрыть ее силу и будем разыгрывать ее как сильную. То есть, например, с парой тузов, если у нас колл идет, мы рейзим, и у нас идет колл с баттона, или колл там с большого или малого блайнда, то я буду менять две карты для того, чтобы сыграть чек бехайнд. Если у нас будет сет, я буду менять одну карту, и чтобы мне две пары оплатили мой нац против них. У нас приходит стрит на малом блайнде за вторым столом. Естественно, это будет под бет. Не советую слоу-плеить вот такие руки, потому что если вы не меняете карты, то вам, скорее всего, они будут оплачивать. Ну, тут был сет явный. Нам, к счастью, оплатили. Очень слабый человек, заколил стенд. Можно ему сразу же написать. Вот у меня есть на него уже нот, что он играет с двумя картами, разыгрывает. Колл, сет, автостенд. Это очень хороший нот, который очень нам пригодится в будущем. Десятки не буду разыгрывать. Это не нужно. Пары младшего альтов, если у вас просто пара младшего альта, не советовал бы ее вообще играть. Потому что, как я уже говорил ранее, у нас есть всего 16% на две пары и 11% на сет. Это очень мало для того, что, ну, для пяти карт вы будете на дистанции очень сильно минусово играть, если будете разыгрывать какие-то очень слабые руки. Лучше подождать и дождаться каких-нибудь хороших карт. Ну, пока ничего не происходит. Примерно расскажу, почему нужно играть именно в начале покерной карьеры, когда вы только пробуете. Почему нужно попробовать поиграть именно пять карт. Какие у него есть преимущества перед другими видами покера. Ну, предположим, что вам нравится играть хедзапы. Для того, чтобы играть хедзап покер, например, с лимита NL50, ну, я начинал играть пять карт именно с PL50. К сожалению, я тогда еще не знал о руме Betfair Poker, что здесь есть такие маленькие лимиты. Но это я потом об этом замечу. Ну, так вот. Для того, чтобы вам начать играть NL50 хедзап покера, вам нужно хотя бы 50 баинов. А 50 баинов NL50 это 2,5 тысячи долларов. Потому что хедзап покер, он в принципе очень дисперсионен. Для того, чтобы начать играть вам PL50 5 кардро, вам нужно в среднем, можно 15 баинов, но я играю с 10 баинами. То есть, грубо говоря, вам нужно всего 500 долларов, если вы собираетесь играть полным стэком. И если вы собираетесь играть, я играл сначала стэком в 40 больших блайндов, вам нужно всего 20 долларов, и это всего 200 долларов на стэк, и это всего 200 долларов в банкролл. Ну, 300 долларов для такого очень...